Привет! А в этом видео мы расскажем и покажем, как приготовить заварной крем с вареной сгущенкой. Нежный и вкусный для прослойки тортов и пирожных. Заварной крем с вареной сгущенкой прекрасно подойдет для промазывания коржей для медовика и наполеона. Получается нежным, не очень жирным и хорошо наносится. Отстраченное время полностью окупится его замечательным вкусом. Ингредиенты для приготовления заварного крема. Молоко 700 мл, яйца 2 штуки, сахар 100 грамм, крахмал 4 столовые ложки, вареное сгущенное молоко 200 грамм, сливочное масло 300 грамм. Основной этап приготовления. Подготовьте все необходимые ингредиенты по списку. Сгущенку можно купить в магазине при условии, что она качественная, но лучше всего ее сварить из обычного сгущенного молока, проварив несколько часов в воде при медленном кипении и остудив. Масло и сгущенку выньте из холодильника заранее, чтобы они были комнатной температуры. В кастрюлю разбейте яйца, добавьте сахар и крахмал, перемешайте до однородности. Если хотите, чтобы крем был более плотный, замените крахмал на муку высшего сорта. Или возьмите крахмал и муку в равных пропорциях. В смесь влейте 200 мл холодного молока и перемешайте. Остальное молоко доведите до кипения в другой кастрюле с толстым дном и снимите с огня. Интенсивно помешивая, влейте в горячее молоко яичную массу и перемешайте до однородности. Поставьте кастрюлю на очень медленный огонь и, не прекращая перемешивать, варите крем до загустения и первых бульков. Снимите с огня и положите сверху пленку в контакт с кремом. То есть пленка должна лежать на поверхности крема. Это не позволит образоваться сверху пенки, что приведет в дальнейшем и к комочкам. Полностью остудите крем до комнатной температуры. Мягкое сливочное масло взбейте миксером в течение 5-6 минут до пышной массы. Взбивая на низкой скорости, добавляйте вареную сгущенку по 1 столовой ложке, каждый раз хорошо перемешивая. После того, как взобьете масло со сгущенкой, взбивая на низкой скорости, добавляйте заварной крем комнатной температуры по 1 столовой ложке. После добавления каждый раз, обязательно взбивайте до однородности. В конце взбейте крем еще 1-2 минуты. Если все же крем получился комочками, протрите его через сито и немного взбейте на низкой скорости. Использовать его лучше сразу, не храните в холодильнике. Вместо сахара можно использовать сахарозаменитель, который не боится термической обработки. Попробуйте и вы приготовить заварной крем со сгущенкой. Приятного вам аппетита!